И беда с того дня ищет по свету меня. Рядом с ней идет молба с кривотоками. Песня Владимира Высоцкого рассчитана на мужское исполнение, однако некоторые лирические стихи могут покориться и девушкам, уверена самарская поэтесса Наталья Ростова. На квартирнике, посвященному присвоению Самарскому льдовому дворцу спорта имени Высоцкого, она исполнила несколько его песен. Беда, написанная для его жены Марины Влади, а также кони привередливые и падали звезды. Военная тематика, которой Вадим Семенович идет через свое творчество «Красные линии». Думаю, сегодня как раз в этот праздник будет уместно вспомнить ее. Можно найти ответы на все вопросы в его песнях, и в принципе его многие песни разобраны на цитаты. Он был гениальный и неоцененный в должной мере человек своей эпохи. Боевой летчик, прошедший не одну горячую точку, Александр Денисов, без песен Высоцкого ни разу не уходил на боевое задание. Приземлившись на аэродроме, чтобы снять напряжение после вылета, снова включал пластинку, откуда звучали песни о войне и о летчиках. Поэтому свой профессиональный праздник, день ВВС, решил отметить квартирникам. Пригласил на камерный концерт друзей-музыкантов. Естественно, весь творческий вечер пели песни актера-стаганки. У жены папа очень сильно был поклонником Высоцкого. Всегда пластинки его, раньше пластинки были, гонял. И уже так уши прожужжало, что впилось уже в сердце. И вот так вот по жизни с Высоцким все время иду. Концерт шел несколько часов, выступили десятки артистов, гости услышали сотни песен Высоцкого. Красной линией прошла патриотическая тема и песни, которые он пел на концерте в Куйбышеве. Сергей Ваякин сегодня будет, в частности. Я просто не буду сейчас перечислять. Наташа Ростова, Аркадий Соловейчик. Ну, кого я просто сейчас увидел там. Сергей Ваякин споет, например, я прошу его пару песен спеть, которые Высоцкий пел 55 лет назад в Дворце спорта. Квартирники, посвященные знаменательным датам и пересекающиеся с творчеством Владимира Высоцкого, теперь будут традиционными. Организаторам такой формат концертов пришелся по душе. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Михаил Георгиевич.